Уважаемый Андрей Андреевич, какое ваше мнение о квантовом переходе Земли? Спасибо за знание. Впервые о квантовом переходе Земли начали говорить в тот момент, когда построили квантовый коллайдер. И начали говорить, что там коллайдер, частицы, одни частицы переходят в волновые и так далее. После этого начали заниматься вариациями. Вообще жизнь человека устроена по принципу творчества. Вы знаете, что в большинстве своем очень часто какие-нибудь задачи или идеи человек может придумать без всяких на то доводов. Есть, допустим, наука, а есть гипотезы. Часто гипотезы, они безосновательные, но они тоже должны быть. Когда гипотезы появляются в умах обычного человека, то такие гипотезы, они могут быть неоправданными, неправдивыми и выдуманными. Но так уж устроен этот мир, что иногда в сплетни верят больше, чем в правду. Иногда неправда может показаться самой настоящей правдой. Знаете, как там, допустим, вот сейчас очень много разговоров, там, Украина и Россия, и там, почему, из-за чего. То есть это выглядит так, там, ко мне пришли соседи и сказали, я буду здесь жить. После этого сказали, все, кто сидел на унитазе, это все проголосовали за, поэтому пошел ты в байон. То, что это моя квартира, никого не имеется в виду, вообще уходи. Ну, как-то так, знаете, это все выглядит. То есть все, где была абсолютная правда, может быть вымышленная правда, или неправдивая правда, или подделанная правда, и, ну, много всего в этой жизни. И появляются такие люди, которые начинают придумывать идеи. Эти идеи, они могут быть необоснованы, и просто, ну, вот человек решил, что есть квантовый переход. Вот, он решил, что этот квантовый переход должен произойти. Он решил, что это, а я считаю, что это идея, которая, ну, которая не бывает. Не бывает никакого квантового перехода, не бывает каких-то переходов особенных. Почему же это говорят, и почему об этом говорят так часто? Дело в том, что эта идея, она нравится людям. Ее подобрали как идею или как ключ, который может заставить человека слушать кого-либо. То есть человек делает себя экспертом в своей выдуманной теории. Говорит, что квантовый переход и перейдут только те, а вот сказали те, сказали те. А вот если начать читать, кто сказал, есть ли у них физическое или математическое образование, почему и на какой основе их суждения строятся, то окажется, что это просто выдуманные идеи или выдуманные теории, безосновательные, не исторические, не академические, не математические, ну, никакие. Просто человек вот себе придумал, как там придумывают, как инопланетяне с кем-то разговаривают. Может, и разговаривают. Но знаете, мне инопланетяне разговаривают, и о чем-то говорят людям. Ну, так пусть инопланетяне расскажут, как сделать, допустим, там, сверху, как сделать так, чтобы из одной тонны пшеницы производить там 10 миллионов тонн пшеницы. Как сделать так, чтобы человеку быстро худеть, на какую точку нажать. Или как сделать так, как соединить там растения, или как соединить что-то, или там. Пусть дадут рецепты, раз они разбираются в том, что уже создано что-то гениальное, тогда пусть это гениально. И там пройдут или не пройдут, квантовая, знаете, сколько таких историй было. И пройдут или не пройдут, и вам для этого нужно очиститься, или вам для этого нужно быть кем-то, или для этого нужно читать, и для этого нужно смотреть, или давайте все покаемся, или будем молиться, всех спасать. Так это нормально, об этом, это целое, целое такое направление, оно называется New Age, и там очень много всего есть. Я видел когда-то людей, которые выезжали в лес, становились в круг, разжигали костер и брались за руки, час вокруг костра ходили, вверх смотрели. Я говорю, а в чем значимость данной процедуры? И мне сказали, каждый из нас сегодня отбивал влияние инопланетян, которые поставили планете Земля ультиматум и хотят вот до 1 мая разрушить Землю. Поэтому мы сейчас здесь собрались своими энергетическими ружьями, которые у нас выстроены из наших глаз, мы разбили эти корабли и все. И теперь мы спасли Землю от инопланетян. Для чего это нужно людям? Некоторые из этих людей, кстати, имели высшее образование. Для чего нужно это людям? Дело в том, что у человека иногда появляется такое желание быть хоть чем-то полезным этому миру. А уж если он спаситель этого мира, то это очень тешит самолюбие. Если это тешит самолюбие, ну тогда человек может на этом настроить свою жизнь. Он может сказать, да пошли все, я тут каждый день спасаю мир, а вы тут со своими какими-то глупыми идеями мешаете мне это делать. Обвинить всех, что люди не понимают и не хотят спасать мир. Вообще очень много религиозных направлений, они как раз и настроены на то, чтобы дать человеку сначала проблему, то есть сказать, что весь мир он скоро будет утопать или весь мир погибнет. И знаете, почему-то вспомнился Булгаков и там пожарник сказал кухарке, а нет, кухарка сказала, точно скажу вам, седьмого дня, девятого месяца земля нанесется на небесную ось. То есть о чем она сказала? Она сказала об окончании существования земли. Так вот, окончание существования земли, оно такое же старо, так же старо, как и любая религия. То есть об окончании этой планеты или этой цивилизации, всей эволюции, об этом говорится в каждой религиозной организации. И после этого людям говорят, что только вы имеете силу на сегодняшний день закончить или отдалить это окончание. И вот если мы будем все вместе молиться, если мы будем все вместе просить, если мы будем все вместе стремиться, то мы сможем все преодолеть. И вот на этом все строится, и люди имеют теперь цель. Знаете, для человека, у которого жизнь бесцельная, проживание и прожигание жизни, появившаяся цель может быть очень актуальна, особенно если она связана со спасением всех и всего. Ну и для чего это? Ну, наверное, это, с одной стороны, одна из особенностей эволюционирования социума, а с другой стороны, наверное, возможность у кого-то, наверное, жить за счет тех, кого спасают, объединять между собой вокруг какой-либо идеи. Поэтому там в случае, если такие идеи появляются у кого-то, знаете, они всегда вызывают улыбку небольшую. И, конечно же, нет никакого квантового перехода. Мир точно такой, как и две тысячи лет назад. Что изменилось? Эволюция, техника, все это изменилось. Сейчас самым главным таким выводом это появление интеллекта, появление интеллекта, который как раз связан с квантовыми компьютерами. И весь этот интеллект уже доказано, что интеллект, который на сегодняшний день используется, он не может быть никаким образом создан с использованием обычных технологий. И это 100% использование уже самых продвинутых технологий, связанных с большими объемами и анализом информации в огромном количестве. Об этом было сказано еще несколько лет назад и так далее. Знаете, есть такая история. На планете Земля существует несколько математических, а именно, по-моему, 11 математических неразрешимых формул. Вот одну из них смог решить и доказать Перельман Григорий. И вот эти формулы, их решить невозможно. Когда появился самый мощный компьютер в Японии, то ученые сделали так. Ввели одну из этих неразрешимых формул в компьютер и попросили дать решение. Так вот, на первую формулу, которая не имеет решения, компьютер выдал 2500 или 3000 решений данной формулы. После этого это поразило всех, потому что не ожидали, что в течение 10-15 секунд сможет такая информация появиться. Но здесь такая тема, о которой в свое время писал Лайза Казимов. Он писал, что время на этой Земле достигнет такого периода, при котором информационная система начнет становиться умнее, чем человечество. И вот смотрите, что произошло. В тот момент, когда компьютер решил неразрешимые задачи, в этот момент эти неразрешимые задачи разрешились. Но для того, чтобы их проверить, необходимо, чтобы огромное количество людей длительный промежуток времени занимались проверкой. И на то, чтобы каждое проверить решение, необходимо время. А здесь такой нюанс. А если компьютер... Почему нужно проверять? Может просто довериться этому и принять как концепцию с определенным выводом, а вдруг компьютер ошибся? И здесь такая дилемма. Можно ли доверить все идеи, которые может создавать такая информационная, сверхумная система? И может ли человечество сейчас довериться этой системе, дабы она могла решить основные или ключевые задачи, которые есть на планете Земля? Допустим, существует ряд технологий, которые требуют решения. Допустим, ряд технологий производства там, ну, химических технологий, органической химии, которые могут... которые человечество еще не изобрело. И, конечно, такие новые идеи, вот генетические идеи, генетической трансформации, мутации и так далее, генетического внедрения с определенными задачами, то есть вносятся определенные данные, после этого интеллект информационный анализирует, после этого может дать определенные идеи. То есть идеи, как сделать так, чтобы там выросли розы на севере, как когда-то писал Маяковский, или яблони будут цвести, помните, на Луне яблони цвести, это мы у кого там читали, у Горького. И, конечно, я точно на 100% уверен, что, скорее всего, это сейчас моделирование происходит. Моделирование или с внедрением интеллекта и так далее. Но здесь, знаете, смоделировать-то можно, но где гарантия тому, что этому всему можно доверять? А почему не доверять? Ну, потому что... Потому что все, что делает машина, оно должно проверяться людьми. Ну и сейчас есть такая теория. Можно ли доверять сейчас этому интеллекту, для того, чтобы изменить целую планету Земля? Можно ли довериться интеллекту, чтобы на планете Земля появились миллионы новых продуктов питания, миллионы новых растений, генетические изменения в человеке, новые виды топлива, новые виды энергетики? Это сейчас вопросы, которые решают вот эти системы, сверхсознание или сверхинформационные, квантовые вот эти системы. Ну и, конечно же, скорее всего, по чуть-чуть это будет проникать, просачиваться. Это по чуть-чуть будет создавать то, что нас будет удивлять. То, к чему мы бы приходили длительное время, но сейчас приходить будем быстрее. Ну, видимо, это и есть квантовый переход Земли, когда по чуть-чуть начнут появляться сверхновые какие-то модификации продуктов питания, сверхновые модификации препаратов лекарственных, сверхновые модификации. Это облегчит жизнь в итоге человечества и облегчит жизнь людей, которые проживают на планете Земля. Я за это? Нет. Я за то, чтобы было...